Экологический слез школьников для Славянского района не новость. В этом году он прошел уже в 21 раз. В школах работа по эко-воспитанию поставлена на отлично. Оттого и интеллектуальные соревнования в этом виде знаний проходят с большим количеством участников. Об умных и креативных школьниках и их наставниках наш следующий материал. Живая природа – это то, что с самого раннего детства близко и понятно каждому человеку. Потому уже более 20 лет слез юных экологов, проводимый педагогами станции юных натуралистов Славянска-на-Кубани, продолжает оставаться популярным мероприятием, проходящим в рамках осенних каникул для школьников города и района. В этом году в слете приняли участие более 100 школьников. Из-за большого количества участников мероприятие проводили в два этапа. Мы провели уже районный этап в школе номер 28 в эту субботу, 3 ноября. И уровень в районе тоже очень высок. И ребята, конечно, очень стараются и хотят участвовать. Отдельно прошел слет для учащихся города. В конференц-зале института в интеллектуально-творческом сражении сошлись юные экологи из семьи школ Славянска-на-Кубани и школы номер 14 хутора Прикубанского. Причем последние показали отличные результаты и заняли первое место в теоретической части испытаний, правильно ответив на все вопросы. Традиционное экологическое соревнование умов позволяет не просто повысить уровень знаний детей, а обратить их внимание на окружающую нас среду. Хочется сказать, что уровень растет. И самое главное, что ребята с удовольствием участвуют в слете экологов-краеведов. И интеллектуальная игра вызывает у них очень такой восторг. Многогранный и разносторонний – так можно охарактеризовать слет юных экологов и краеведов. Здесь есть место как в битве интеллектов, так и полету творчества. Конкурс эко-костюмов для многих стал неотъемлемой и самой долгожданной частью мероприятия. Подготовка к этому конкурсу на самом деле ведется круглый год. Мы готовимся с начала сентября именно к этому этапу. У нас проходит традиционно школьный конкурс эко-костюмов, в рамках которого мы выбираем лучших, выбираем победителей. Эти костюмы – это, конечно, творчество детей, заслуга их родителей, большая помощь педагогов. В общем, все как-то вместе. Вот получилась такая красота. Из горы бумаги, пакетов, старых газет, дети, родители и учителя творят костюмы, призванные обратить внимание людей на рациональное использование ресурсов. Самая главная проблема на данный момент в нашем мире – это экологическая проблема. Я считаю, нужно бороться с мусором и с экологическими выбросами. Я думаю, что наша планета должна быть самой лучшей. Определить лучших в конкурсе «Эко-стиль» жюри было сложно. Образ осени, созданный лицеем номер 4, занял третье место. Второе досталось космическому платью из виниловых обоев. А первое разделили две школы – 14-я и 6-я, команды которых подготовили не по одной, а сразу несколько моделей, выполненных в различных стилях.